Здравствуйте, товарищи! Перед вами второе видео из трилогии по паразитам, глистам или гельминтам. Это синонимы. Данное видео будет по главным видам из класса ленточных червей. Я хочу вас предупредить и объяснить беспрекрас, чем опасны паразиты, как те или иные виды попадают к нам в организм и живут там, чем питаются и чем опасны для нашего здоровья. Кто находится в зоне риска и как понять, есть ли они, паразиты, именно у вас, к чему приводит их жизнь в нас? И как их вывести из организма, чтобы не убить почки, печень, химическими ядовитыми препаратами фарминдустрии? Ну, вроде вермокса или декариса. И какие правила гигиены нужно соблюдать, чтобы впоследствии после излечения свести к минимуму шанс получить паразитов обратно? То есть заразиться ими вновь. Каждый человек должен знать хотя бы о самых массовых и опасных гельминтах, о которых я и расскажу в этом цикле лекций, состоящих из трех видео, посвященным трем классам глистов. Прошлое мое видео было о первом классе, круглых червях, то есть гельминтах или нематодах. Ссылку на него я оставлю вам под этим видео, посмотрите после, кто еще не видел. Сейчас видео о втором классе, о ленточных червях или цистодах. Это группа в основном очень крупных паразитов, которые буквально высасывают все соки из человека. Ими очень легко заразиться, и вы скоро узнаете как. К ним относятся такие виды как широкий лентец, свиной, бычий, крысиный, карликовый, цепни, и хинокок, альвеокок, которых и я сейчас вам и разберу. Последние два вида особо опасны. Их жизнь в наших телах часто приводит к смерти. Они трудно определяемы, а по симптомам непонимаемы врачами. Потому вам это жизненно важно знать. Я поясню и правила гигиены, иную профилактику, и методы безопасного лечения. Насколько это вообще возможно? Я расскажу подробно о первых двух паразитах. Это широкий лентец и свиной цепень, а про остальных кратко поясню. Так как по остальным закономерности, принципы и методы лечения общие. Кто из вас не захочет досмотреть это видео до конца, хотя это неправильно, но, тем не менее, захочет избавиться от практически всех видов паразитов, и при этом не отравить себя ядами фарминдустрии, скажу наперед, я оставлю вам ссылку на антипаразитарный набор, комплекс, прямо под этим видео. На самом верхнем месте будет эта ссылка. Кстати, этот набор является еще и гепатопротекторным комплексом, средством. То есть, средством, восстанавливающим печень. Да, еще очень важный момент. Никакими тройчатками, корой осины и другими травами вы не удалите из организма большинство видов паразитов. Не питайте иллюзий бесплодных. Да, этими средствами можно удалить взрослые экземпляры разных видов паразитов, которые находятся в кишечнике. Еще раз. Паразиты находятся не только в кишечнике. И даже те взрослые особи тех или иных видов паразитов, которые находятся в кишечнике, их личиночные стадии разные, я уже не говорю о цистах, финнах, находятся в тканях разных, в лимфе, других тканях и органах организма нашего. И уже оттуда травами их никак не достать. И потому тот антипаразитарный набор, о котором я вам говорю и рекомендую, там основа не травы, хотя и они там есть. Но там главное, это вещество хиномоноза, которое добывается из грибов лисичек. И именно это средство и только оно уничтожает даже яйца гельминтов, прерывая циклы развития. Никакие травы этими свойствами не обладают. Еще раз. Травы могут вывести только взрослые экземпляры, и то не всех, а определенных видов паразитов из кишечника. Но травы, как дополнение, очень важны. И это мне тоже было нужно наперед сказать, поскольку многие будут писать об этом. Вот травы по Семеновой или кора осины. Почему вы об этом не говорите? Кстати, мы продаем кору осины, только не кору отрезанную, это бесполезно. А уникальный препарат, не имеющий аналога в мире, это, скажем так, концентрат, полученный, внимание, холодным способом, без термообработки, когда 95 и более процентов лечебных свойств антигельминтных теряется. Этот густой концентрат называется Эспинель. Он тоже по ссылке будет под этим видео. Давайте на втором месте. Вот его в сложных случаях паразитозов, когда, например, есть апистархоз и другие очень серьезные паразиты, дополнительно, безусловно, стоит к набору антипаразитарному, базисному принимать. Вот это да. Это так. И несмотря на то, что мы его тоже продаем, я говорю, это не панацея, это всего лишь как допмера, но как отдельное средство от всех глистов, это бред и абсурд. Не Эспинель, то есть кора осины, даже такая концентрированная, густая, без потерь лечебных свойств, полученная уникальным путем, и другие травы бесполезны по паразитам, бесполезны, потому что это просто истина, а только будут действовать на тех паразитов, которые в кишечнике находятся. Но это далеко не всегда так. И почему мои эти лекции, эта трилогия так важны? Потому что я там объясняю цикл развития паразитов самых основных видов трех классов, которые в основном и характерны для населения. Понимаете, почему это важно? Итак, смотрите это видео внимательно. Потом я советую пересмотреть, законспектировать, посмотреть первую часть и ждите третью. Поэтому подпишитесь на канал. А кто уже подписался, но ему почему-то уведомления не приходят в самом конце видео, я расскажу, как сделать так, чтобы уведомления вам о выходе новых видео приходили. И последнее, перед тем, как я уже перейду к видам паразитов, о которых буду рассказывать вам, вот послушайте. Вот предупреждаю сразу, честно и открыто и прямо. Кто будет писать под этим видео гадости, что, мол, мне лишь бы запугать и продать, потому что такие люди были, я таких буду сразу банить. Можете, конечно, писать, я вас забаню. Так как вы этим оскорбляете меня, а также оскорбляете разум человеческий. Почему? А потому что правда в том, что я всегда говорю, что у вас есть три варианта действия. Первый вариант. Вы можете и дальше жить, веря в то, что у вас паразитов нет. И, так сказать, вот, пожалуйста, первый вариант действия. Второй. Вы можете принимать химические препараты вермокс декарис перантел, которые назначают врачей радоваться и верить в то, что они безопасны, коли врачи назначают. И, так сказать, радуйтесь про себя только. И третий вариант. Приобрести безопасные и очень действенные средства, комплекс, антипаразитарный набор, который я разработал и предлагаю. Выбор всегда есть из трех вариантов. Я что, заставляю кого-то выбирать какой-то? Нет. Я лишь открываю глаза на проблему, говорю, она есть, вот в чем она заключается, как предостеречь себя, важнейшие советы. И плюс к этому я даю выход из ситуации проходить антипаразитарную программу. Два раза в год. Потому что паразитами все равно будете заражаться. Теми или иными видами. Они будут красть здоровье, жизнь. А вот насколько они будут красть и крадут сейчас уже, и вчера, и позавчера, вы узнаете, в том числе из этого видео. И, может быть, вы узнаете причины смертей некоторых ваших знакомых и родственников. У меня, например, таким образом, как вы услышите, но были две домоработницы, вот у каждой, у каждой сын умер. Совпадение такое от и хинококковых, и альвеококковых фин. Ну, это вроде кист, такие образования. Увидите, узнаете почему. Это вот просто из жизни, что называется. А выбор за вами, пожалуйста. Так что не пишите глупости. Есть такие люди, кто обязательно всегда захочет отписать. Призываю к остатку их разума. Ну, вот, теперь поехали. Итак, первое. Широкий лентец. А болезнь, вызываемая этими паразитами, называется дефилобатриоз. Обитает этот глист у человека в тонком кишечнике. Живет до 25 лет. Он всей своей поверхностью тела высасывает питательные вещества из пищи, которую ест человек. А длина, внимание, длина взрослой особи составляет в среднем около 5 метров. А рекорды были до 25 метров длиной. Ну, и масса, соответственно, таких до нескольких килограмм. От головки червя отходит само тело паразита. Оно состоит из более чем 4 тысяч членников, покрытых особым эпителием, с выростами, осуществляющими функцию питания. Кстати, еще здесь не могу не сказать про некую глупость людей. Один под прошлым видео написал, я его, естественно, сразу за глупость забанил, что, мол, это все ерунда, надо самое главное не избавляться от паразитов, а держать кислотно-щелочный баланс в норме. Что, мол, если по желудка будет нормальная кислая, то и паразитов не будет. Я поражаюсь, какие же люди есть дураки. Значит, защитные оболочки у паразитов такие порой есть. Вот те же анкилостомы своими вот такими кремниевыми зубами. В первом видео говорил. Просто кожу человека спокойно прогрызают и попадают в кровеносную систему. Как и шестосомы в пруду, кстати, вот. Но, а что касается защиты, у многих это многослойные оболочки, состоящих из очень плотных клеток, которые не растворяются в кислоте желудочного сока. И на которые даже серьезными химическими препаратами не всегда возможно подействовать. То есть, люди некоторые, ничего не понимая, судят о вопросах вселенского масштаба, как вот по Булгакову, с несусветной глупостью. Так что не уподобляйтесь им, а лучше просто слушайте и знайте. Также на эпителе имеются специальные отверстия, выделяющие ферменты, которые защищают червя от агрессивной среды того же желудка хозяина и иных сред его организма. Лентец относится к гермафродитам. Вы можете легко представить, сколько он высасывает из нас, и какие тотальные дефициты питательных веществ наблюдаются у людей, кто поражен этим глистом, но, как, впрочем, и другими крупными представителями класса ленточных червей. Ну, вплоть до полного истощения. Так вот, люди, пораженные этими червями, живут с постоянным недомоганием. А вот кто избавляется от них рано или поздно, если ему повезет, конечно, то чувствует огромный прилив сил. Буквально, как переродился человек. Вот такая разница, как было и как стало. Как я говорил, червь состоит из членников, они могут отрываться, и из каждого членника может получаться отдельный живой червь. Жизнеспособность яиц этих гельминтов при благоприятных условиях сохраняется до 6 месяцев, а в выгребных ямах они жизнеспособны до 7 недель. Понижение температуры воды увеличивает время развития зародыша, но повышает выживаемость яиц. Есть сведения о возможности развития яиц в слабосоленой даже морской воде, например, устьях рек. Но они малоустойчивы к действию прямых солнечных лучей с жестким ультрафиолетом. Ну и понятно к действию дезинфицирующих средств, содержащих, например, хлор. Если обрабатывать полы, половички, там, дверные ручки и так далее, это тоже вполне понятно. Люди, имеющие этих паразитов, очень любят мучное, сладкое, имейте в виду. У них, как правило, большой живот, оттопыривающийся вперед. Видели таких часто, особенно мужиков, которые вот ремень, и там пузо свисает, аж ремня не видно. Это характерный признак поражения ленточными червями, часто широким ленцом или бычьим, или свиным цепнями. А массовые заморы рыб на водохранилищах, скажем, как правило, вызваны именно этим паразитом. Цикл развития проходит у него в определенной стадии в воде. Сейчас об этом поговорим. Ну вот, как, собственно, происходит развитие этого паразита. Первая стадия развития происходит в водоемах. Через 6-16 дней, при хороших благоприятных условиях, температура воды не ниже 15, из яиц в воде выходят свободно плавающие зародышевые личинки округлой формы, которые называются карацидии. Они покрыты ресничками. Ну, скажем так, по аналогии, как жгутиковые водоросли, благодаря которым они все-таки передвигаются в толще воды. Они заглатываются зоопланктоном, то есть мелкими пресноводными рачками, циклопами, идиоптомусами, дафниями, например, первыми промежуточными хозяевами. В кишечнике этих рачков карацидии избавляются от оболочки ресничек и образуют онкосферу. Кстати, удумайтесь, какое интересное название. Онкосферу. Которая через 2-3 недели после проникновения в тело рачка превращается в тканевую первичную форму. Проциркоид размером до 60 микрон. В дальнейшем рачки становятся пищей для пресноводных рыб, поедающих планктон сначала мелких рыбок, а потом более крупных. Эти рыбы являются вторым промежуточным хозяином, в теле которых в мышцах и их рыбьей, то есть икре, проциркоиды проходят стадию развития и через 3-4 недели превращаются в плероциркоиды, то есть несегментированные личинки белого цвета длиной уже 2-3 сантиметра, имеющие головку сколикс. Так как они обладают инвазивной способностью, рыба с личинками становится источником опасности для людей. То есть, внимание, заразиться этими паразитами можно практически и исключительно только через поедание рыбы. Веганы этим видом паразита заразиться практически не могут. Часто первичная мирная рыба становится источником пищи для хищных рыб. Ну и вот это будет тогда третий промежуточный хозяин хищной рыбы, судак, щука и так далее, в организме которых происходит накопление плероциркоидов, происходит пассивное переселение паразитов. Поэтому хищные рыбы, как окунь, налим, лососевые, та же щука, о которой я сказал, являются источником. Повышенные опасности для человека при нарушении технологии приготовления блюд. Механизм передач фекально-оральный, то есть алиментарный путь. В качестве источника заражения выступает недостаточно обработанная или просоленная, или недокопченная пресноводная рыба и ее икра, чаще всего щучья, которая поражена личинками паразита. Человек источником заражения для других людей не является и эпидемиологической опасности не представляет. Этот червь от человека к человеку не передается. Но в отличие от, например, остриц, про них я рассказывал в первой части трилогии, потому что это представитель круглых червей, потом посмотрите. В основном поражаются этим глистом рыбаки, рыболовы, туристы, их семьи, любители свежей пресноводной рыбы, или строганины, копченой рыбы, ну или просто плохо прожаренной, недолго прожаренной или пропаренной рыбы. Да, когда человек ест строганину, подсоленную икру, вяленую, соленую рыбу, их икру, плохо прожаренную рыбу, личинки попадают в организм, и эти глисты вызывают тяжелые анемии. Тотальный дефицит витамина В12 называется такой дефицит мегалобластной анемии. Заразиться этим паразитом может человек, который съест рыбу, как вы уже поняли. Всего 3-5 экземпляров этого паразита могут вызвать кишечную непроходимость, от которой можно будет избавиться только путем операции. Для больных характерная задержка стула, повышенное газообразование, нарастание интоксикации со всеми вытекающими последствиями, которые, кстати, врачи часто путают с любыми другими болезнями, ну, следствиями болезней, повышение температуры тела, боли в животе различной интенсивности, тошнота, рвота. И вот кишечная непроходимость, еще раз скажу, требует хирургического вмешательства. От момента заражения инкубационный период может составлять в среднем 40-60 дней. Часто больной не испытывает вообще никаких явных изменений в свое состояние, но поскольку происходит в этот период латентное течение, вяло текущее. Чаще всего обращает на себя внимание постепенное снижение работоспособности, повышенная утомляемость, слабость, нарушение сна, периодические головокружения и головные боли. Нередки периодически кожные высыпания различного характера, ну, при отсутствии явной причины, иногда по типу крапивницы, наблюдаются ухудшения течения имеющихся хронических заболеваний, отсутствие адекватного эффекта на проводимую по их поводу терапию. Возможно, периодические беспричинные повышения температуры тела до 37,5 примерно так, плюс-минус. У половины больных выявляются те или иные симптомы поражения желудочно-кишечного тракта, проявляющиеся в виде периодического дискомфорта в области живота, различные локализации, тошнота, метеоризм, вздутие, неустойчивый стул. От запоров до умеренной диареи бывает и так. Иногда наблюдается повышение аппетита, да, возможно, и обратная реакция снижения аппетита, слюноотделение, металлический привкус во рту и изменение вкуса. Если последние 3-4 симптома у вас есть, то паразиты есть у вас гарантированно на 100% из 100%. При запущенных случаях паразитозы и развитии такой выраженной анемии часто наблюдаются. Нарастающая бледность кожных покровов, нарушение работы сердца, выраженное головокружение, повышенная раздражительность, Развитие гласита гунтера, это когда такой рельефный проявляется язык с ярко-красными пятнами, впоследствии приобретающий оттенок аж малинового цвета с лакированной как бы поверхностью. Ну и выраженная слабость и неспособность заниматься каким-то либо делом, особенно усидчивости требующим. В тяжелых случаях происходит увеличение печени и селезенки, появляются отеки. Напоминаю, эти паразиты живут до 25 лет, вы могли заразиться 20 лет назад и иметь их сейчас. Даже если вы 10 лет назад, скажем, перешли на веганство или на веганское сыроедение, это не означает, что у вас паразитов нет. Да, кстати, никакой здоровый образ жизни вас от паразитов не защитит. Еще одна глупость несусветная, о которой я должен вот в который раз сейчас сказать. А об этом были у меня видео, где я это просто доказывал. Почему? Странно, что люди этого не понимают сами. В основном отеки бывают нижних конечностей, бывает одутловатое лицо, беловатого цвета, бывают расстройства чувствительности. А со стороны сердечно-сосудистой системы часто отмечаются снижение артериального давления, тахикардия и расширение границ сердца. У беременных, естественно, заболевание протекает тяжелее. Часто развивается выраженная анемия, повышенный риск развития токсикоза, отрицательное пагубное влияние на плод максимально в первом триместре беременности и выражается в развитии гипоксии и гипотрофии, то есть мы говорим о кислородном голодании и нарушении питания плода, а также о задержке общего развития и нарушении развития нервной системы ребенка. Безусловно, ведь паразиты высасывают многие важные питательные вещества, в том числе и витамин В12, который отвечает в том числе за развитие нервной системы В9 и так далее. Ничего удивительного. У людей, зараженных ленточными червями, имеется, как правило, излишний вес, жировая ткань, багровая кожа и почти всегда отвисший большой живот, как я уже говорил. Так, какие лабораторные диагностики? Во-первых, как я всегда объяснял ИФА, иммуноферментный анализ крови на антитела к антигенам тех или иных видов паразитов. Но это надо приходить в лабораторию или там в медцентр и говорить, я хочу пройти обследование на тех или иных паразитов, вот по методу ИФА, вот на такие-то, такие-то виды паразитов. Сначала можно пройти, например, биорезонансную диагностику или диагностику по методу Фоли, но это почти синонимы, близкие методы, и тогда вам много чего определят. Не значит, что то, что вам определят, а это у вас есть. А перепроверить, если захотите, можете по методу ИФА. Но есть и другие медицинские методы, вот такие, например. Ну, клинический общий анализ крови, тут можно просто, скажем так, увидеть повышенные эозинофилы и, ну, допустим, определить лимфоцистоз. Тогда, да, это косвенные показатели, что у вас есть паразит. Дальше вопрос надо выяснять, какие именно. Другой биохимический анализ крови, ну, при тяжелых формах происходит снижение, например, фолиевой кислоты и витамина В12, да, это очевидно. Повышение уровня общего билирубина. Ну, а при больших кровопотерях будет, да и не только, не только. Когда, ну, скажем, железо будет высасываться с питательными веществами не вашим кишечником и пойдет не на ваши нужды, а на нужды паразита. Ну, тем более, такие они большие и крупные, тогда может быть анемия. Видите анемию? Вот, как правило, в 99% случаях это паразиты. Вопрос, какие? Там могут быть разные. Но это фактор, который говорит о том, что паразиты есть в организме. Если у вас, конечно, нет кровопотерей от пулевых отверстий там, или язвы открывшиеся, так сказать, вот, ну, вот, если нет, то паразиты у вас. Понимаете причины анемии? Ну, есть анализ копрового скопия. Тогда могут быть выявлены яйца широкого линца в нативном мазке кала, да? Такое может быть. Это есть один из анализов. Далее, прямая визуализация тела червя при отрыве его части, скажем, ленты. Ну, на выходе из прямой кишки у некоторых людей, бывает, торчат такие вот участки червя. Или, скажем, при идентификации это видно, кто смотрит, как говорится, свои спражнения. Да, бывает такое часто. Ну, и, конечно, наличие вот этой специфической анемии Адисона Бирмера. А что мы можем сказать о профилактике? Ну, во-первых, я хочу вас отослать к своему первому видео из серии вот этой трилогии. Потому что там я очень подробно объяснил о правилах гигиены. Очень не хотелось бы повторяться. Вы все-таки посмотрите. Это очень важно. Но, тем не менее, есть мероприятия, которые направлены, скажем так, на разрыв пути развития и распространения паразит. Какие они? Ну, во-первых, это предупреждение загрязнения окружающей среды, природных водоемов. Но фекалиями человека, когда канализация у каких-то поселков выходит туда, скажем, дачных поселков, но бывает и такое. А там потом купаются люди, дети. Ну, вот санитарный контроль, то есть очистных сооружений необходим. Всех сточных вод, всех водоемов. И, конечно, грамотное обслуживание домашних туалетов в прибрежной зоне, септиков. Вот об этом речь. Ну, а вторая глобальная задача – соблюдение технологии приготовления рыбы, кто ее ест по ГОСТу, который был отработан давным-давным-давно. Это и правильная разделка. Жарить, кто жарит куски рыбы, только тонкие, а не толстые. Жарить не менее 20 минут, а крупные куски не менее 40 минут. Более того, с обязательным прикрыванием сковороды крышкой, чтобы температура создавалась не только снизу, а и с обратной стороны, сверху. Содержание соли при засолке рыбы и икры не менее 9% от массы рыбы. При домашнем посоле использовать 2 кг соли на каждые 10 кг рыбы. При продолжительности посола не менее 2 суток в тепле. Предварительное вымораживание рыбы, причем при минус 18 градусов не менее 10 дней. А я хочу сказать, что минус 18 у вас нет. Вот в паспорте вашего холодильника, бытового, любого, написано минус 18. Уверяю вас, что только самые дорогие лучшие модели, ну скажем, австрийского производства Липхера, но в крайнем случае, который в Германии произведены, про Польшу я не говорю, там уже этого нет. Там не 18, хотя заявлено 18, а будет где-то 16 реально. А в других холодильниках, ну, это будет 15, а то и 14 градусов. И когда он теряет свои свойства, годы проходят эксплуатации, там еще, уверяю вас, и меньше. Так что имейте это в виду, а там уже яйца паразитов не погибнут. А по-хорошему рыба должна промораживаться минус там 25-30. Тогда буквально, да, там 5 дней гарантированно яйца этого паразита погибнут. Но яйца других, некоторых, могут не погибнуть. Полные гарантии может быть только, скажем, минус 25-30 месяц промораживания. Вот тогда да. И, говоря о строгонине, вот если уж говорить, то вот такую можно. Такую можно. Там шанс получить яйца каких-либо-то паразитов, ну, почти нет его. Вяленье рыбы должно быть не менее трех недель с предварительным посолом в течение двух, а лучше трех дней. И все же не употреблять недостаточно термически обработанную рыбу в процессе готовки. Не есть свежесоленую икру. Это очень опасно, особенно щучью. Ну и, конечно, строгонину, неизвестно как и где там сделанную, и как хранилась рыба, вы не знаете, лучше не есть. Но, естественно, регулярное обследование, по крайней мере, таких категорий людей, как рыбаки, рыболовы, их семьи, охотники, работники пищевой промышленности, там, моряки. Ну и, конечно, всем любителям свежей речной рыбы необходимо проходить периодические обследования. И не два, а три-четыре раза в год проходить антипаразитарную программу. Но пока они не изменят свое питание и образ жизни, разумеется. Теперь о втором виде гельминта из класса ленточных червей. Свиной цепень. Заболевание, вызываемое им, называется тениоз. Тело свиного цепня состоит из трех отделов и из членников до нескольких тысяч. Каждый членник содержит свою матку и может образовывать сотни тысяч яиц. Каждый членник. Речь идет, значит, про миллионы яиц, которые потом попадают в окружающую среду. А дальше, ну а дальше мы разберем. Личинки попадают в организм человека через воду из водоемов, где он, допустим, купался и захлебнул немножко воды внутрь себе. А еще из мяса животных. Он очень опасен, так как личинки могут попасть в любые участки организма, даже в головной мозг. Что здесь в этой связи хочу сказать и предостеречь вас от безрассудства и, скажем так, приятной лжи, самобмана. Значит, никакие травы не действуют на личинки, тем более финны, которые попали и окуклились, допустим, где-нибудь в органах в том же головном мозге. А это абсолютно бесполезно. Вот, поэтому не надо про травы, про тройчатку Семенову и про любимую осину. Чем проще, тем, мол, действеннее и лучше. Да нет, не пойдет. Здесь это не пройдет. Идем далее. Эти глисты вызывают сильную слабость, анемию, головную боль, тошноту. Фины с личинками могут удаляться только хирургически. Особая тема – это, конечно, гигиена. Так как заражаются люди разными способами. Например, женщины часто заражаются, пробуя мясной фарш. Ну, по крайней мере, раньше так практиковалось в советское время, когда все в основном готовили дома, а полуфабрикатов было мало. Женщины сами и домохозяйки пробовали мясной фарш. Ну, и вот таким образом заражались, купив мясо где-то, неважно где. А с домашними животными, которые выходят на улицы, а потом приходят опять домой, я все подробно объяснил в первом своем видео из этой трилогии по круглым червям. На примере аскорита, особенно таксокар собачьих аскорит. Еще один признак поражения – глубокие морщины. Личинки этих глистов часто мигрируют в поджелудочную железу и печень. Ну, а чем лечат человека медики? Большими дозами прозиквантела и альбинозола. Течение тениоза сопровождается снижением аппетита, болями в желудке, животе, тошнотой, рвотой, нарушением стула, головокружением и головными болями, расстройством сна, обморочными состояниями. Опасным осложнением тениоза может являться цистицеркоз глаз и головного мозга. Диагноз тениоза выставляется официальной медициной на основании обнаружения члеников цвеного цепня в испражнениях или периональном соскобе. В качестве специфических противогельминтных препаратов используется еще и никлозамид. Для полного цикла развития паразита необходима смена двух хозяев. Промежуточным хозяином для тениоза служат домашние свиньи или дикие кабаны, в организм которых инвазионные яйца попадают вместе с кормом или с землей. То есть, если не есть мясо, вы не заразитесь. И опять здесь выигрыши веганы. В пищеварительном тракте свиней из яйца освобождаются так называемые онкосферы, которые проникают в кровоток, разносятся по организму и оседают в мышечной ткани. И там же, через 2-2,5 месяца зародыши превращаются в так называемые цистицерки или по-другому финны. То есть, личиночные пузырьки, внутри которых расположена головка, сколекс, вооруженная крючьями. В организме свиньи цистицерки могут находиться до 3-6 лет. Позднее они кальцинируются и погибают. В некоторых случаях промежуточным хозяином свиного цепня может выступать человек, у которого личинки гельминта вызывают опасное заболевание. В последующей стадии развития и окончательное паразитирование свиного цепня связано с человеком. Заражение тениозом происходит при поедании мяса свиней, свинины или диких кабанов, инвазированного цистицерками. В тонком кишечнике человека из личиночного пузырька выходит головка гельминта, которая с помощью присосок и крючев фиксируется к стенке кишечника. И спустя 2-2,5 месяца по мере отрастания членников превращается в половозрелого гельминта. Таким образом, ведущими факторами заражения тениозом являются мясо свиней, плохо термически обработанное, не прошедшее ветеринарный контроль. Иногда заражающими факторами являются загрязненные цистицерками руки или вода из различных природных источников. Таким образом, механизм инфицирования алиментарный, а пути заражения пищевой или водной. Больной, зараженный свиным цепнем, в отличие от широкого линца, представляет эпидемиологическую опасность, поскольку может заразить и самого себя, и окружающих личиночной стадии цепня. Цистицеркозом, скелетных мышц, головного мозга, глаз. Основу патологических реакций при кишечном тениозе составляют механическое травмирование слизистой оболочки тонкой кишки присосками и крючьями паразита. Это вызывает токсико-аллергические реакции, а также кровопотери. Ну а главный ущерб это поглощение гельминтом огромного количества питательных веществ. Паразиты внутри человека могут жить до 10 лет. Ранние жалобы больных тениозом включают в себя тошноту, рвоту, расстройство стула, диарею или запоры, тут может быть разное, потерю массы тела. Боли в животе могут быть несильными, ноющими или могут быть интенсивными, схваткообразными. Нередко пациентов, страдающих тениозом, беспокоит анальный зуд, как при заражении острицами. Могут быть головокружение, раздражительность, нарушение сна, обмороки. И у зенофилы в крови повышены. Железодефицитная анемия может быть. Осложнения тениоза бывают в виде острого аппендицита, кишечной непроходимости, панкреатита, холонгита. Основными критериями распознавания тениоза служат клинические данные. Например, отхождение членников гельминта с испражнениями, эпидемиологические сведения, употребление в пищу, ну, например, той же свинины, да? И лабораторное подтверждение диагноза. Конечно, еще и ИФА, про который я уже много раз говорил. С целью обнаружения онкосфер свиного цепня проводятся неоднократные исследования кала и перионального соскоба. Онкосфера свиного и бычьего цепня, о котором я подробно говорить не буду, морфологически идентичны. Пациенты с подозрением на цистицеркоз нуждаются в более углубленном обследовании с привлечением специалистов, неврологов, офтальмолога, пульмонолога, кардиолога и дерматолога. Наряду с гельмонологическим обследованием по показаниям больным проводятся КТ головного мозга, краниография, исследования цереброспинальной жидкости, биомикроскопия, офтальмоскопия, рентгенография легких, ЭКГ, гистологические исследования биоптатов кожи и другие исследования. Вот насколько это все серьезно. Из методов специфической диагностики при цистоцеркозе используются сирологические реакции. Вот эти, позволяющие выявить антитела к антигенам свиного цепня, о чем я постоянно говорю. По сути, вот упрощенно говоря, это иммуноферментный анализ. Цистоцеркоз необходимо дифференцировать прежде всего от опухолей головного мозга и другого паразита, и хинококоза. А профилактика таниоза проста. Не надо есть мясо. Не надо вообще есть то, что не положено по нашему видовому питанию. У нас нет никаких анатомических, морфологических и биохимических критериев к тому, что мы могли бы сказать, говоря научно, что мы являемся какими-то плотоядными или даже всеядными животными. Не надо сейчас спорить, если вы впервые на моем канале, мои видео, доказывающие то, что мы не являемся по видовому питанию мясоедами, ну, просто вот вы не смотрели, так посмотрите. Я вам советую посмотреть мое такое видео, как «мясо надо есть», это выражение взято в кавычки, ну, или «клыки», говоря о морфологических, так сказать, особенностях, как один из примеров. Сейчас в данной лекции я, конечно, не считаю нужным доказывать то, что уже в десятках своих лекций давным-давно доказал. Ну, и тут как бы сама природа нам говорит на примере очень многих видов паразитов, что ну не ешьте то, что вам не положено от природы. Еще раз, огромное количество людей умирает, когда врачи путают даже с онкологией, вот почему надо определять точно, и тут нужны специалисты. Лучше не заражаться. Профилактика – это первое дело. Тем не менее, я считаю, вы должны это знать. Выбор, конечно, за каждым человеком индивидуален. Пожалуйста. Обязательно обследование лиц, которые заняты уходом за свиньями, у кого в деревнях есть свиньи, ну и тем более кто занят в промышленном свиноводстве. А также охотники, охотоведы, ну, в общем, все люди связаны с дикими животными, с кабанами в первую очередь. И, естественно, нормы личной гигиены, о которых я очень подробно рассказал в первом видео этой трилогии. Ну, кратко, мыть руки до и после посещения туалета, очень серьезно. Обрабатывать дверные ручки хотя бы спиртом. После контакта с землей, особенно если вы удобряете навозом, или эта земля в течение 10 лет была, удобрялась каким-либо-то, не было навозом. Ну, перед приемом пищи, после контакта с животными, кошками, собаками, особенно теми, которые все-таки посещали улицу. Ну, идем далее. Следующий паразит – крысиный цепень. Есть и такой. Это более редкое заболевание, безусловно. Крысиный цепень – возбудитель зоонозного гельминта грызунов. У человека встречается редко, тем не менее, встречается. Промежуточные хозяева – это личинки насекомых, в том числе блох, тараканов, хлебной моли, мучного хруща. Мыши и крысы заражаются при поедании зерна, зараженного амбарными вредителями. Человек может заразиться при случайном проглатывании инвазированного насекомого вместе с термически необработанным зерном, крупой, непропеченным, плохо пропеченным хлебом, сухофруктами, пылью. Бывало, что погибали дети, зараженные, скажем, от ручных мышей или крыс. Меры профилактики – ну, истребление грызунов и амбарных вредителей, соблюдение правил хранения пищевых продуктов, контроль качества и безопасности хлебобулочных изделий, сухофруктов. Разумеется, личные правила гигиены, санитарно-профилактическая работа в хозяйствах по хранению, ну и так далее. Этот паразит трудно диагностируем, ширина его 2-4 мм, длина всего 20 мм, относительно крупных ленточных червей этот относительно мелкий. Окончательные хозяева – грызуны, промежуточные – блохи, заразиться легко, так как мыши и крысы есть везде, через фекалии. Передаются эти паразиты довольно-таки просто. Другое дело, что не все люди напрямую контактируют, но можно и опосредованно заразиться с зерном. Особенно подвержены этому дети, так как не соблюдают вообще правила гигиены. Ну, скажем, на улице в песочнице копаются или где-нибудь, а потом могут палец в рот затащить. Признаки – боли в животе, слюноотделение, отсутствие аппетита, общее недомогание, слабость, анемии различные, раздражительность, риниты частые, отек квимки, например, астмы, бронхиты, эпилепсии. Личинки поражают любые органы и ткани. Кстати, погладили собаку, например, хаски. Куда-нибудь поехали на экскурсию, куда-нибудь, так сказать, в Карелию. Ну вот, на хасках поездили, погладили, нос потрогали у себя или там во рту поковырялись, руки плохо помыли перед обедом. А это собаки-крысоловки, имейте это в виду. Может быть, не заразитесь, а может быть, заразитесь. Есть люди, которые заражаются. Или вы принесли с обувью с улицы. Итак, жесткие правила гигиены. Идем далее. Карликовая цепень. Заболевание гименолепидоз. В отличие от крысиного цепня, карликовая цепень все свои фазы развития может пройти в одном организме, возможно, и в теле человека. В промежуточных хозяевах он не нуждается. Заражение человека и животных происходит при употреблении пищи, загаженной насекомыми. Это близкий вид к крысиному цепню. Размеры его крошечные, до 2 сантиметров. Это самый маленький из ленточных червей. Он широко распространен у детей. Живет всего, правда, до 30 дней. Тем не менее, его может быть очень много. Его яйца могут переноситься мухами, жуками. Можно просто заглотить муху, и начнут развиваться личинки. Они могут быть в любых органах. И поэтому вывести травами их не представляется возможным. Личинки мигрируют по лимфе. Взрослая стадия развития происходит в тонком кишечнике и идет до 3 недель. Проявление обычно боли в животе, припадки, обмороки, плохая ухудшающаяся память. Нарушаются функции нервной системы. Снижается аппетит, потеря веса, жажда. Судороги без потери сознания. Диагностика, анализы на яйца из калы и соскобы. Но надо знать циклы. И можно не увидеть яйца. Поэтому нужно 3-5 кратное исследование. Кстати, это одна из причин целлюлита. Это специфические выделения этих глистов, которые растворяются в жире и откладываются в подкожных слоях и не выводятся из организма. У носителей карликового цепня на теле, как правило, много попелом. Особенно крупных и особенно на шее. Совсем кратко про бычьего цепня. Но это самый известный, так как циклы его развития проходят даже в школе. На уроках биологии он достигает 25 метров в длину. Крепится с помощью 4-х мощных присосок в кишечнике. В каждом членнике есть все для создания отдельного организма. Есть такое понятие финозное мясо от слова финны. Финны такие пузырьки, грозди, объединяющиеся в такой конгломерат большого их количества. Это опасно. Люди заражаются по-разному. Через мясо, плохо термически обработанное. В основном через мясо. Боли, урчание, метеоризм, тут признаки очень схожи. Они могут выползать из кишечника. Их наличие в организме, как правило, ощущается. Я имею в виду крупных особей шевеления в кишечнике. Ну а теперь, в завершение, разберем 6-й и 7-й вид. Это и хинокок, и альвеокок. Пожалуй, самые опасные, самые трудно понимаемые, исследуемые и приводящие к летальному исходу часто паразиты. Слушайте особенно внимательно. Ихинокок – это один из самых опасных паразитов. Люди заражаются из воды природных источников. Через воздух. Если яйца разносятся ветром, скажем, как я это вот рассказывал в первой части трилогии, говоря о таксокарах, можете потом посмотреть. Через тех же собак, через немытые руки. То есть, через нарушение правила элементарной гигиены. Личинки в организме образуют огромные финны, до нескольких килограмм веса. У человека находили финны весом до 10 и более килограмм. Внутри финн находятся выводковые камеры и жидкость. Некоторые разрастаются в головном мозге, легких, печени, смотря куда они, эти яйца гельминтов, попадут. Поражается этим заболеванием домашний скот буквально десятки видов животных, до 100 видов в природе. Часто заболевание приводит к смерти. Очень часто переносчиками бывают собаки, почти всегда. У них паразит находится в тонком кишечнике, когда выходят, собаки чешутся. Вокруг них и на шерсть попадают яйца. Так передаются человеку, когда человек гладит собаку. А потом забывает, руку в карман положит, оботрёт, неважно, рубашку, майку, куртку, кофту. Дальше заносят домой, с ногами заносят домой, с обувью. Но вот до 50% собак имеют этого глиста. Главная причина заражения – контакты с собаками. Личинки и онкосферы через кишечник попадают в любые ткани организма. Личинки образуют в органах и тканях большие пузырьки, которые называются, как вы уже знаете, финами. Часто люди толстеют, особенно живот. При том, что все части тела другие остаются, как были. Но вот этот отвисший толстый живот, он вообще говорит о многих вариантах разных паразитов. В основном ленточных. Ну и часто вот как раз про хинокок. Конечно, органы бережной полости можно и нужно исследовать на УЗИ, МРТ, пройти иммуноферментный анализ крови, по-другому сокращенно ИФА. При этом в заболевании сильно увеличивается печень от ужасных интоксикаций. При увеличении, при росте этих финн могут наблюдаться одышки и даже изменение формы грудной клетки. Иногда после смерти понимают только, вскрыв человека, что причина ихинококоз. Врачи почти никогда не выявляют это заболевание вовремя. Потому что по симптомам ищут другие причины плохого самочувствия пациента. Как я уже говорил, у меня две в свое время были домоработницы, когда дети были маленькие. Вот обе рассказывали эти истории. Одна русская, другая изарбайджанка была. Вот сыновья умерли от эхинококоза, который обнаружили после вскрытия. Удалить финны можно, вот эти эхинококовые и альвеококовые, можно только хирургически. Есть даже такой вид операции, эхинокококтония. Теперь кратко про альвеокок. Похожие по названию, да? Вот, слушайте. Встречается он реже, чем эхинокок. Также образуют финны его окончательными хозяями. Бывают волки, кабаны, медведи, совы и кошачьи. Промежуточными от грызунов до человека. Выявить в начальной стадии нельзя, невозможно. Тело паразита, как у всех ленточных червей, состоит из членников. Часто он поражает печень. Опаснее тем, что можно только его удалить хирургически. А из печени трудно или невозможно. Тем более, когда финны крупные. Назначают препараты финосал и другие специальные препараты. Вот здесь, дорогие товарищи, я скажу. И это так и есть. Я должен это сказать, что в данном случае при таких серьезных поражениях нужна либо операция, либо придется рисковать печенью, почками и принимать медицинские фармпрепараты. Очень сильные, очень ядовитые. Очень хорошо посоветоваться не с одним врачом. Если находите такое заболевание, то надо посоветоваться с несколькими разными специалистами. Выбрать пути стратегии, определить риски от препаратов, операций. Ну и подумать уже логически, по какому меньшему риску пойти. Что же касается всех иных ленточных червей, то если это не какие-нибудь цисты, финны, личинки в головном мозге или где бы то ни было, в таких местах, где выгнать или очень сложно, или практически нельзя, поможет вот этот антипаразитарный набор, о котором я говорил. Травы не помогут. Травы помогут сильные, в больших количествах, или там кара осины, даже только. Но скажем, если паразит тот или иной взрослый находится в кишечнике, как я уже говорил и повторю еще раз, потому что все бесполезно. Это практика, жизнь показывает, что люди, многие невменяемы, слышат четко, ясно, тем не менее спрашивают, как будто ничего не слушали. Или опять свои суждения несут, что мол, все это ерунда, но вот верят, верят в хорошее, это очень хорошо. Только вера в хорошее здесь, никакая психосоматика вам не поможет, потому что есть ваш организм, вот ваша психосоматика, а есть их организмы, которые так защищены, что вы их ничем, ни внушением не уберете. Даже порой очень сильными химическими препаратами порой не уберете. Так что фантазировать не нужно, давайте сразу это выбросим из головы, не будем глупостями заниматься, а будем все-таки разумными людьми. А что касается профилактики, и тем более в начальной форме, когда только происходит заражение, вот когда только оно происходит, и какие-то ближайшие дни или недели проходят, чем бы вы ни заразились, практически, за редчайшим исключением, может помочь антипаразитарный комплексный набор, в состав которого не только входят определенные травы, это все вторично, а главное входит вещество хиномоноза, это полисахарид, который находится в грибах-лисичках, в настоящих неложных лисичках, который справляется даже с яйцами гельминтов, уничтожая их, ну и соответственно прерывает цикл развития. Есть такая наука фунготерапии, которая изучает лечебные свойства высших бездельных грибов, и вот в частности есть такие древние-древние, уходящие корнями там в глубин не то что веков, а тысячелетий, но, конечно, тогда люди не могли это объяснить научно, как это, почему это помогает, а сейчас могут. В природе, кстати, в северном полушарии все животные от белочек до лосей, там кабанов, едят лисички, они таким образом чистят свои организмы от глистов, ну и соответственно ничего лучше, комплекснее и главное безопаснее этого антипаразитарного набора нет, потому что, например, два компонента, как минимум входящие, не считая трав, в состав этого набора являются, помимо прочего, еще и гепатопротекторными препаратами, а это значит, что они укрепляют, восстанавливают клетки печени гепатоциты. Поэтому вы можете его приобрести, если захотите, если посчитаете нужным, пройдя по ссылке вот в описании под этим видео, прям в самом верху будет ссылка на этот антипаразитарный набор. Конечно, я напомню, чтобы мне опять никто ничего не говорил, мерзости не писал, вы можете ничего не делать, веря в то, что во все лучшее, ну можете принимать химические препараты от любых паразитов, какие у вас не нашли бы врачи. А можете, да, еще четвертый, какие-нибудь там травы, ну вот во что-то поверить в такое совсем простое, в кору осины и от всех паразитов этим лечиться. Да, четыре вот варианта, пожалуйста, это ваше дело. Ну вот, собственно, и все. Ждите обязательно третью часть, там будет очень важный, понимаете, там будет, пожалуй, наряду с прочими, очень опасный, очень распространенный, особенно в Сибири, на Дальнем Востоке паразит, это аписторх. Ну вот, потому что мы будем говорить о каких группах, о третьем классе, о плоских червяках. Круглых паразитов я разобрал в первой части, ленточных вот сейчас разобрал, во второй части, а в третьей части разберу плоских червей. К ним относятся и аписторх. Ну, а помимо него и много другого интересного. И это знать важно, поэтому смотрите всю трилогию. Да, напомню, что мы отправляем наши любые товары, не только антипроизитарный набор, в любые города России разными транспортными компаниями, ну и в любые страны мира, кроме тех, у кого нет или не действует запрещена наша российская компания Почта России. Таких стран, ну, штук пять на всей планете. Так что практически куда угодно мы отправляем. Ну и теперь буквально минуту еще, послушайте очень важную информацию. Подпишитесь на мой данный канал, нажмите под ним на слово подписаться, вот на это. Далее нажмите на колокольчик, то есть уведомления, и выберите все видео. Тогда вы не пропустите выход моих новых видео, так как будете получать уведомления о их выходе. Если вы уже были подписаны на мой канал, но уведомления вам не приходили, то отпишитесь вот тут и подпишитесь сразу заново. Эта процедура устранит ошибки, скажем так, Ютуба. Прошу написать под это видео свои комментарии и переслать ссылку на это мое видео своим знакомым, коллегам, родственникам, всем, кто вам дорог. Поделитесь этим видео в соцсетях. Может быть мы вместе поможем, наконец-то, людям стать здоровыми и активными. Ну и конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!